Здравствуйте, уважаемые слушатели проекта CBG.ru. Меня зовут Екатерина. Сегодня мы с вами будем готовиться к сдаче ЕГЭ по английскому языку. Несколько слов о структуре занятий. Вы получаете задания и время на их решение. В чате справа вы можете писать правильный ответ и ход решения. Все задания будут разбираться, и вы всегда сможете проверить правильность своего решения. Правила комментариев в чате справа. Мы ждем ваши ответы. Если вы решаете быстрее, пишите не только ответ, но и ход решения. Важно, если вы что-то не поняли, не успели или видите явную ошибку, напишите вопрос. Однако не стоит писать сообщение не по теме занятия. Любые вопросы, не касающиеся рассматривая темы, будут удаляться. После трех удалений сообщения, написанных не по теме, участника добавляют в черный список, и вы больше не сможете писать в чате справа. Будьте сдержаны и вежливы к другим слушателям. Спасибо! Чтобы быть в курсе следующих занятий, пожалуйста, вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.sebg. А если вы пропустили какое-то занятие, вы всегда сможете посмотреть его запись на нашем канале на YouTube. На него я тоже рекомендую вам подписаться. Итак, начнем наше занятие. Сегодня мы начнем с раздела 2, чтение. Будем вставлять пропущенные части предложений. Ознакомимся с заданием. Прочитайте текст и заполните пропуски А, Ф частями предложений, обозначенных цифрами 1, 7. Одна из частей в списке 1, 7 лишняя. Занесите цифру, обозначающую соответствующую часть предложения, в таблицу. Давайте сначала ознакомимся с пропущенными частями предложений. Присматривать или заботиться о домашнем животном. To try and locate the missing hamster. Попытаться и засечь потерявшегося хомяка. И последнее. And left it under the floorboard. И оставил его под половицей. Сейчас у вас есть минута, чтобы ознакомиться с первым отрывочком, и я жду ваши ответы в чате справа. Что ж, я уже вижу ответы в чате. Практически все они правильные. Вы дали неверный ответ, поэтому я предлагаю разобрать, перевести данный отрывок. 8 пожарников были вызваны на помощь, чтобы найти пропавшего хомячка. Два экипажа использовали покрытую шоколадом камеру и пылесос. Что-то, что-то, названную Fuji в доме шестилетней девочки в Дунбаре, Шотландия. Здесь подходит правильный. Правильный вариант ответа будет шестой, потому что они использовали пылесос, чтобы засечь, попытаться засечь потерявшегося хомячка, которого звали Fuji. Переходим к следующему заданию. Минутка на размышления, я жду ваши ответы в чате. Что ж, ребята, я уже вижу правильные ответы. Все они абсолютно правильные. Раз у вас вопросов нет, то идем дальше. Минутка на ознакомление, и я жду ваши ответы. Ребята, все ответы, которые вы дали, абсолютно правильные. Идем дальше. Минуты на размышления, я жду ваши ответы. Продолжение следует... Продолжение следует... Люк, ты ответил абсолютно правильно. Давайте разберем это задание. В поисках Fuji пожарники отодвинули печку и газовые плиты в сторону. Они также спустили мини-камеру, покрытую слоем шоколада, под половицу. Затем они надеялись вытащить хомяка, используя пылесос. Несмотря на все их усилия, они потерпели поражение, чтобы найти Fuji. В конце концов, пожарники поместили другую камеру вниз, вот в эту дырочку, зачем-то связанную с экраном семейного компьютера, чтобы видеть, если Fuji появится. Собственно, здесь мы с вами видим, что нам нужны однокоренные члены предложения. То есть они поставили другую камеру в холл и оставили ее под половицей. А половица была связана с экраном семейного компьютера, чтобы увидеть, если Fuji появится. Приходим к следующему заданию. Ребята, вы молодцы. Все ответы, данные вами, абсолютно верные. Переходим к следующему заданию. Минутку думаем и жду ваши ответы. Что ж, ребята, все ответы, данные вами, абсолютно верные. Вы молодцы. Сейчас мы прервемся на небольшой технический перерыв и через 2 минуты продолжим занятие. Здравствуйте, уважаемые слушатели, Себе Гэм. И мы продолжаем с вами работу в разделах лексика и грамматика. В частности, сегодня мы будем с вами работать над словообразованием и временами. Всем задание уже известно. Мы читаем с вами либо какой-то текст, либо небольшое предложение. И преобразовываем слово, если это необходимо, чтобы оно лексически и грамматически соответствовало содержанию либо текста, либо предложения. Заполняем слово в пропуск. И каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4 в B10. Итак, видим слово, видим имеющийся текст и преобразовываем его. У вас есть одна минутка, и я жду ваши ответы. Ну что ж, друзья, я вижу ваши ответы. И, к сожалению, они не все совершенно верные. Смотрим на русский перевод и видим, что у нас здесь говорится о людях. Слово A PERSON полностью меняет свою форму. Это подобно как CHILD и CHILDREN. Только A PERSON и PEOPLE. И правильный ответ вы видите уже на своем экране. Это PEOPLE. И движемся к следующему заданию. Слово OFF. Читаем предложение и образовываем верную форму. И у вас есть одна минутка. Ну что ж, я вижу ваши ответы. И практически все они верные. Смотрим. Ей была предложена работа, ей предложили работу. Соответственно, мы ставим глагол OFF в пассивный залог. Все сравнили свои ответы и движемся дальше. Я прошу обратить ваше внимание, что в данном случае у нас будет отрицание с частицей нот. Соответственно, обратите на это внимание и преобразуйте в верную форму. И у вас есть одна минутка. Время пошло. Итак, друзья, я вижу ваши ответы. И да, действительно, Джейн не хотела. Глагол стоит в прошедшем времени. В простом прошедшем времени. Соответственно, динь нот, вонт. Это верный ответ. Все молодцы и мы движемся дальше. Слово THING. Внимательно читаем предложение. Видим, что пропуск стоит в вопросе. Поэтому обращаем внимание на порядок слов и время. И у вас есть одна минутка, чтобы написать ответ в чат. Ну что ж, друзья, я вижу ответы. Они практически все верные. Смотрим на правильный ответ. Итак, в прямой речи мы видим вопрос, о чем ты думаешь. Или иначе можно сказать, что ты обдумываешь. Глагол THING в значении обдумывать употребляется в CONTINUES. Соответственно, верный ответ. ARE YOU THINKING? Все молодцы, кто отвечает в чате. И мы движемся дальше. Слово EXPLAIN мы преобразовываем в соответствии с содержанием всего предложения. И у вас есть одна минутка. Время пошло. Ну что ж, я вижу ответы в чате. Хотя не все они, к сожалению, верные. Итак, давайте разберемся. В то время, как Джейн объясняла свою проблему, Энн закричала девочкам зайти. Здесь мы видим два действия. Но у нас есть одна очень хорошая такая подсказочка. В то время, как Джейн объясняла. То есть это было слово WHILE. Соответственно, оно уже указывает нам на процесс. И правильный ответ WAS EXPLAINING. Всем спасибо за ваши ответы. И мы движемся к следующему заданию. Мы видим с вами слово HAVE. Смотрим внимательно на данное предложение и преобразовываем его в соответствии с содержанием. И у вас есть одна минутка. Время пошло. Ну что ж, я вижу ответы. А, к сожалению, они неверные. Итак, давайте разберем это задание. Смотрим. Она сказала, что до этого отец Анны попал в аварию и был в больнице. Итак, она сказала, что до этого отец Анны попал в аварию. Видим, что отец Анны попал в аварию с совершённым действием ранее. А это значит, что мы употребляем глагол в PAST PERFECT. И правильный ответ HET HET. Всегда обращайте на это внимание. И мы движемся к следующему заданию. Видим слово SIT. И преобразовываем его в соответствии с текстом. И у вас есть одна минутка. Время пошло. Ну что ж, друзья, я вижу ваши ответы. Все совершенно они верные. Видим сейчас на экране и перевода правильный ответ. В данном предложении у нас с вами есть причастный оборот сидящего на кровати. Соответственно, верный ответ Сирень. Всем спасибо. Вы замечательные слушатели. А мы сейчас уходим на небольшую паузу. Буквально две минутки. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Давайте продолжим наше занятие. У вас есть минутка, чтобы ознакомиться с заданием. Ответы в чате правильные. На месте пропуска должна ставить вторая часть составного сказуемого в пассивном залоге. На это указывает дополнение с предлогом BY, выражающее действующую силу. А из контекста становится понятна необходимость использования отрицательного значения. Перейдем к следующему заданию. В чате снова есть правильный ответ. Пропущенное слово здесь должно служить определением стоящего после него существительного. Следовательно, нам нужно образовать прилагательное, что мы и делаем с помощью суффикса FULL. Переходим к следующему заданию. Все ответы в чате правильные. Здесь пропущенная часть сказуемого должна быть выражена существительным, поскольку она определяется прилагательным Попьела, стоящим прямо перед ней. Переходим к следующему заданию. Здесь на часть речи пропущенного слова указывает только предлог OFF. Но вы все прекрасно догадались, что это существительное, задав вопрос от слова PREVENTION. Для предотвращения чего? Жестокости. Значит пропущено слово CRUELTY. Переходим к следующему заданию. Вы все прекрасно справились с этим заданием. Здесь, как и в третьем примере, на то, что пропущенное слово является существительным, указывает стоящее перед ним и определяющее его прилагательное. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. В чате снова правильные ответы. В данном примере слово MANUFACTURING, производство, является подлежащим. И благодаря фиксированному порядку слов в английском языке мы понимаем, что перед ним должно стоять определение. Следовательно, образуем прилагательное. А сейчас начнется короткий перерыв. Спасибо за внимание. Читаем предложение и переведем. Если I had been to different summer camps with swimming pools, I still didn't know how to swim. То есть, часть предложения с пропуском будет переводиться «я не знал», «я не умел плавать», «я не знал, как плавать». То есть, это просто факт в прошлом. И, естественно, мы здесь должны употребить past simple tense. Все отлично. Переходим к следующему заданию. Также полминутки. Итак, я вижу ответы в чате. Один из них верный абсолютно. Прочитаем предложение. I was required to take someone as a part of my PE class in high school. Дальше можно, в принципе, не читать. Мы здесь видим, что форма и структура предложения требуют употребления пассивного залога. То есть, от меня требовали. Не я требовал, а от меня требовали. И поэтому ответ совершенно верный was required. Переходим к следующему заданию. Полминутки. Да, это задание у нас достаточно простое, поэтому ответ сразу правильный у нас появился в чате. Конечно же, правильный ответ first. During my first summer, after graduating from high school, I was invited to spend a day with a radio club, with friends и так далее. То есть, нам нужно употребить числительное, порядковое. И порядковое числительное от слова one, конечно же, first. Все отлично, переходим к выполнению следующего задания. Даю вам полминутки и очень жду ваших ответов. Уже вижу ответы, они абсолютно правильные. While we were playing, I suddenly stepped over an underwater ledge and fell in over my head. Конечно же, переверяя предложение, мы понимаем, что нужно употребить fast continuous. Потому что, когда одно действие у нас длилось, другое произошло быстро. Которое во второй части предложения у нас произошло быстро, а то, которое в первой части происходило долго, длительное время. И поэтому правильный ответ we were playing. Замечательно. Переходим к следующему заданию. Также полминутки. Да, уже ответы появились, совершенно верные ответы. I paint for a second and as well as some sea water, which only made sense worse. Конечно же, употребление прилагательного bet в сравнительной степени это worse. И поэтому нужно помнить, что это, конечно же, исключение и правильный ответ worse. Замечательно. Переходим к следующему заданию. Полминутки. Да, это задание тоже очень простое. Можем даже долго не ждать. И, в принципе, предложение переводить не обязательно. Потому что мы видим вот часть 10 additional something. И слово food должно, соответственно, быть употреблено именно во множественном числе. Но это также исключение. И его форма это fit. Все верно. И последнее задание. Выполняйте. Жду ваших ответов. Отлично. Я уже вижу правильный ответ. I have never felt comfortable swimming in the ocean. Так как мы видим хороший указатель since. И подобная структура предложения, конечно же, подразумевает употребление present perfect. Спасибо за внимание. Небольшой технический перерыв. И буквально через несколько минуток мы продолжим. Здравствуйте. Меня зовут Полина. И если меня хорошо слышно, поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Итак, перейдем к заданию. Прочитайте приведенный ниже текст, преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами B4 и B10, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4 и B10. Итак, первое задание. Вам нужно преобразовать слово sit в правильную форму. Я даю вам минутку на размышление и жду правильный ответ. Итак, я уже вижу правильный ответ, и давайте переведем предложение. Это был обычный день в их офисе в Нью-Йорке, когда Кен Шварц и его коллеги прервались для перерыва. В то время как коллеги Кена сели за свои столы и смогли выпить кофе. Так, и дальше. То есть, когда коллеги сели, это процесс, то есть это уже показывает на время continuous, поэтому правильный ответ, правильный будет where sit in. И кут показывает у нас на прошлость, то есть это было в прошедшем времени, поэтому мы употребляем past, past continuous. Следующее, B5. Can something go outside? He couldn't stay inside because he wanted to smoke. Преобразовая слово must, даю вам полминутное размышление, жду правильный ответ. Появился ответ, к сожалению, он неверный. Тут немного сложный случай. В общем, если перевести, то это будет звучать так. Ken, кену пришлось выйти. То есть пришлось. Must в прошлое время не употребляется, поэтому мы должны поставить эквивалент. Модальному глаголу must. И это будет в данном случае had to. То есть ему пришлось выйти. Следующее, B6. If the smokers of the big apple want to enjoy a cigarette, the authorities, something they must go out into the street or up onto the rooftops. То есть преобразовать слово decide. Я уже увидела. К упрошающему правильный ответ. Да, он верный. Had to. Теперь слово decide нужно преобразовать в правильную форму. Я жду полминуты на размышление. Появился первый ответ, и он тоже неправильный. Давайте переведем. Когда курящие в big apple хотят насладиться сигаретой, начальство решило, что они должны выходить на улицу, либо подняться на крышу. Начальство уже решило, и это не had decided, потому что это действие, то есть оно прошло, и все, и больше результата нет. Нам нужно употребить perfect время, но это будет present, потому что начальство сделало это. То есть начальство решило. Поэтому правильный ответ будет have decided, да, правильно. Нет, the authorities в множественном числе, поэтому have правильно будет правильным ответом. Следующее задание. Throughout the United States the number of places where people something to smoke has gradually become smaller and smaller. Преобразовать слово allow, даю вам полминуты на размышление, и введу правильный ответ. Итак, есть правильный ответ, он верный, да. Are allowed. Переведем. По всей Америке какое-то число мест, где людям разрешается курить, постепенно становится все меньше и меньше. То есть здесь мы употребляем пассивный залог, потому что людям запрещается. Людям. Are allowed. До сих пор и по сей день. Are allowed. Это правильный ответ. Следующее. First it, something on trains, buses and places, then in public places, such as theaters and airports. Преобразовать слово ban. Даю вам полминуты на размышление и жду правильный ответ. Поступил ответ, но он не единственный правильный. Возбенд можно употребить, но можно употребить также еще время past perfect. Давайте переведем. Впервые стало запрещено курение на автобусах, самолетах, поездах. Затем в публичных местах и в театрах, и в аэропортах. То есть когда мы видим слово first, мы должны употребить времена perfect, либо настоящие, либо present, либо past. Но в данном случае оно было отменено, и поэтому здесь можно употребить had been banned. Или правильно was banned. Это запретили в поездах. То есть was banned тоже будет верный ответ. Можно по-разному перевести, и эти два варианта правильные. Следующее задание, по-9. Under new plans, you something smoke in any house where there are more than ten visitors in a week, where there are children. Преобразовать слово not can. Даю вам полминутное размышление и жду правильный ответ. Есть ответы, но они тоже, к сожалению, неправильные. Давайте переведем. В соответствии с новыми планами, люди не смогут курить в домах, где существует более десяти людей, или где есть дети. Люди не смогут курить, то есть это будущее время. Будущее время от can – это эквивалент be able to. И поэтому правильный ответ будет want able to. Нужно было употребить будущее время с модельным глаголом can – это be able to – эквивалент. В-10. In 1996, nicotine something as a drug like cannabis, cocaine or heroin. Преобразовать слово class в правильный ответ. Я даю вам полминутное размышление и жду правильный ответ. Поступили ответы, и правильный ответ будет последний. Was classed. Если переведем, то поймем. В 1996 году никотин входил в группу наркотиков, как конопляк, кокаин или героин. То есть правильный ответ будет пассивный залог. Was classed. То есть определили в группу наркотиков. Was classed. Это правильный ответ. Задание закончено. Сейчас технический перерыв пару минут, и мы продолжим задание. Привет всем. Меня зовут Ксения. И сейчас мы продолжим с вами разбирать лексику. Итак, задание. Почитайте текст с пропусками, обозначенными номерами от 32 до 38. Эти номера соответствуют заданиям, в которых представлены возможные варианты ответов. Итак, дан текст. Даю вам полминуты на раздумья над 32 пропуском. Итак, поступили варианты ответа и правильный ответ под номером 4. Переведем предложение. Кевин владел загородным домом в непосредственной близости от города, который мы сделали нашей штаб-квартирой. Если переводить варианты ответа, то здесь есть два варианта, которые переводятся как один. Это did и made. То есть они переводятся оба делать, но made подходит больше всего, потому что здесь делать что-то материальное. Точнее, как бы строить, либо выполнять. Почему не used? Можно перевести, конечно, как использовали, как нашу штаб-квартиру, но, увы, это неправильный вариант ответа. Итак, следующее. Жду ваших ответов на следующем предложении. Итак, да, правильный вариант ответа номер 1. Прочитаем предложение. Должен сказать. Переводится это как должен сказать. Остальные варианты ответа просто не подходят. Тридцать четвертый. Прочитаем сразу предложение. Like a good general, he marshaled his army close to the point of impact. He spent a small fortune on telephone calls and in getting all we needed for the expedition in the shortest time possible. Нет, третий вариант ответа неверный. Переведем предложение. Подобно хорошему генералу, он выстрелил свою армию вблизи точки удара. Он, так сказать, потратил небольшое состояние на телефонные звонки и преуспел в получении всего, что нужно нам для экспедиции в кратчайшие сроки. Почему не подходит managed? Потому что оно переводится как справляться и с предлогом in оно не употребляется. Succeed in как фразовый глагол. Правильный вариант ответа будет номер 2. Итак, следующее. My job was a good one and I hated to give it until you mostly, but Kevin was pushing hard. Ждет ответа. Итак, я уже вижу вариант, но он неправильный. Да, третий вариант ответа правильный. Почему именно up? Потому что существует такое выражение как give up, что переводится как сдаваться. Переведем предложение. Моя работа была одной из лучших, и я ненавидела сдаваться. Но Kevin был настойчив. Итак, да, правильный вариант ответа номер 3. Тридцать шестое. I do something, my boss, and I was good enough to give me six month leave of absence. Жду ваших ответов. Итак, первый вариант ответа неправильный. Правильный вариант ответа номер 4. Переведем. Я видел моего босса, либо я встретил своего босса, и он был достаточно хорошим, либо достаточно хорош, чтобы дать мне шестимесячный отпуск. Правильный вариант ответа. Четвертый. So. Тридцать седьмое. Yet I think that going to Yucatan could be understood as looking at my father's estate. Нет ответа down, after, back и into. Жду ответов. Итак, да, правильный вариант номер 2. Look looking after. Почему именно after? Потому что если переводить все остальные в связке со словом look, то именно look after будет переводиться как присматривать. Присматривать за владениями его отца, так сказать. И последнее. Whatever it was, I prefer to keep it bottled up. Will I eat it in the future? Вариант ответа apologize, disappoint, dissatisfy, regret. Вижу вариант ответа. Да. Четвертый, правильный вариант ответа. Переведем. И получится, буду ли я сожалеть об этом в будущем. Спасибо за внимание. А теперь небольшой перерыв. И мы продолжим. Добрый вечер. Меня зовут Алена. И сейчас мы с вами рассмотрим задание грамматики. Я взяла одно из упражнений прошлых лет. Задание звучит следующим образом. Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22А28. Эти номера соответствуют заданиями, в которых предоставлены возможные варианты ответов. Введите номер выбранного вами варианта ответа. Мы будем просто записывать что-то как. Можете сразу писать варианты ответа прям столбиком. А, ну как столбиком. Давайте как по возможности. То есть, если я два варианта уже кинула, то вы можете решать их вперед. Давайте прочитаем предложение. Именно то, где начинается, собственно, пропущенное слово. Что здесь у нас? Вариант этого was did made a lot. Все так уверены, что первый вариант это was. То есть, он был хорош в школе, он играл в баскетбол в команде, был звездой хоккея, хоккейной команды, каждую зиму. Именно правильный ответ это будет did. Почему did? Потому что он делал. То есть, если мы скажем, допустим, он был хороший, he was good. А will это уже не будет употребляться с глаголом to be. То есть, здесь нужно просто запомнить, что вот такие вот моменты именно с словом well мы будем использовать именно форму глаголу to be, to be, to do, did. Следующий давайте смотрим. He was a good boy doing everything. He was to do and still there was enough mischief in him to assume his parents that he was normal. Даю минутку на обдумывание. Да, появились ответы. Это правильный ответ третий. Давайте рассмотрим, как переводится наше предложение. Он был хорошим мальчиком. Все, что бы он ни делал, он предполагал это сделать. То есть, он хотел это сделать. То есть, даже если мы посмотрим другие варианты ответа, например, первый, это решил, это больше, знаете, как я думаю, например, я решаю, decided. То есть, такое абстрактное. А именно вот, если мы по контексту, то есть, это будет как раз таки, это прям идеальный вариант. Давайте следующий посмотрим, 24-й. Тут мои косички будут, не придет внимание. It's time. He had a good of humor and fine mind, and after the initial shock, he seemed to... Тут раз в два варианта получается. To the idea of having a baby sister. Итак, 24-й. 24-й, 4-й. Да, ну тут явно будет sense of humor. Это прям закон законов, даже не все знают. То есть, у него было... Он обладал хорошим чувством юмора. И затем, о 25-м, и жду варианта этого 25-го. Давайте переведем. У него было хорошее чувство юмора. И после первоначального шока он, казалось, приспособился или свыкся с идеей, что у него будет сестра. Какой из вариантов? Давайте переведем. Adjust. Настроить или приспосабливаться. Adapt. Адаптироваться тоже, приспосабливаться. Fit. Подходить. Accept. Принимать. Есть разные варианты ответа. Что у нас здесь? Fit. Это понятно. То есть, мне подходит одежда. То есть, это вот, когда мы говорим об одежде, о размере. Вот такие вещи мы берем в Fit. Accept. Принимать. Если мы посмотрим в словаре, слово accept, оно будет переводиться еще как и допускать, признавать. Что хочу сказать здесь? Допускать. Здесь более принимать, возможно, принимать какие-то решения. То есть, здесь немножко не то значение. То есть, здесь значение приспосабливаться. То есть, он свыкся даже по контексту. Мы могли бы взять adapt, адаптироваться. Но это знаемое значение в русском языке этого слова. То есть, адаптироваться к каким-то условиям, может быть, проживания или еще чего-то. А здесь будет именно adjust. Он приспособился. Это такое вот слово, которое нужно запомнить и иметь в виду. Специально вот вам сделали такой камень подкновения, чтобы вы запутались и решили, что нужно выбрать другой вариант. Это на самом деле здесь именно adjust. У вас призываю его запомнить, точнее, пригодится в будущем вам это слово. Итак, и последние три. 26-го. He waited for him to come home from school every day, and then they said eating cookies and drinking milk in the kitchen. Давайте посмотрим и разберем варианты ответов. Unwillingly. Это от слова willing, желание, а unwilling, это уже не желание, а unwillingly. Это уже на речи, это уже как-то неохотно. Restlessly. Это будет переводиться как беспокойно. Reluctantly. Неохотно также. Anxiously. И anxiously. С тревогой. Четвертый вариант ответа. Смотрим. Тут сразу, получается, сначала предложение. И еще хочу отметить, то есть, когда мы смотрим, какие слова нужно вставить, мы должны обратить внимание на то, после чего, после какого слова стоит, нужно вставить пропущенное слово. Здесь у нас стоит wait. Это глагол. То есть, после глагола очень часто употребляются именно на речи. На речи и по смыслу даже можно найти сразу подходящее слово. Здесь у нас с тревогой. Переводим. Она ждала с тревогой его, чтобы вернуться домой из школы. И потом они сидели, ели печенье и пили молоко на кухне. Нет, здесь вот именно будет четвертый вариант ответа с тревогой. Потому что, например, вот третий вариант ответа. Здесь вынуждена. Она вынуждена. Здесь ничего такого вынуждена нет. Она просто сама, сама по себе сидела и ждала с тревогой. Давайте дальше. And now she helped with the ARM program at the kindergarten, then Annie. Что-то дальше. Давайте смотрим. visited, attended, joined, went. В принципе, эти все слова, они очень синонимичны друг другу. Здесь очень легко запутаться. Давайте будем переводить. И по ходу я уже уверен ваше правильное ответы. И теперь она помогала с программой искусства в детском саду. программой в детском саду, в котором, получается, Annie участвовала. Какой из этих вариантов ответа будет более подходящим сюда? То есть здесь получится, что главное слово программа. То есть программа какая, в которой Annie приняла участие. или даже присоединилась, можно сказать. Joint. Все разом кинали, что joint. Joint мы используем тогда, когда мы говорим, например, присоединиться к группе. Joint to other groups. Тогда мы вот конкретно. Здесь она, получается, помогала с этой программой. То есть она просто, получается, принимала в ней участие. Помогала. То есть она не присоединилась к чему-то и начала там работать. Просто как факт. Ничего особенного нет. Давайте сразу ходом. Joint мы отмели went и те. То есть программа, в которой пошла. нелогично. Visited, которую она посетила. Ну, соответственно, она бы не посетила ее. Точнее, она бы не помогала ей, просто посетив. Тоже получается нелогично. То есть здесь скорее всего будет attended. То есть она приняла участие. мы могли бы сказать take part, но так как в этом варианте нет, мы берем attended. То есть будьте внимательны очень. Здесь очень значительные слова. Хоть они легкие, но забудутся очень легко. И давайте последнее. Elizabeth easily that they were blessed and the children gave her all the joy that she had hoped and expected. Давайте я сразу переведу, чтобы было уже понятно. Elizabeth что-то сделала легко. и они были благосклонны, так скажем, благословленны. И дети давали ей радость. Точнее, всю радость, на которую она надеялась и ждала. У нас есть вариант ответа. Ответ третий. И ответ скажу сразу правильный. Admited. Admited переводится как признавать. То есть она признавала, что она признала легко или скажем быстро. То есть смотрим. Остальные варианты это. То есть здесь даже можно методом исключения. То есть suggested. Suggested предлагать. Suggested и капуфти, например. То есть такая неформальная речь, и мы его никак не можем использовать. Proposed. Proposed тоже это предлагать, предложить. Ну по контексту она не подходит. Резубь предложила легко. И дальше уже не суразится немножко. Proposed еще используется например в переговорах, договорах, то есть только официальные речи. Предложения например. Agreed договориться тоже больше в такой например неформальной речи. Если речь идет о каких-то договорах или каких-то там согласований чего-то, то есть соглашения. Вот это используем Agreed. Здесь конечно Admitted, то есть мы ее признаем. Не люблю это задание. Как я вас понимаю? Ну что, я призываю вас просто делать задание вместе с нами, обращать внимание на какие-то нюансы, потому что все-таки ЕГЭ это такая штука, которая любит устраивать подвохи. Разные неожиданности, поэтому призываю вас заниматься с нами. Ну и спасибо большое за внимание, вы самые лучшие слушатели. На сегодня наше занятие подошло к концу. Чтобы быть в курсе актуального расписания занятий на cbeg.ru пожалуйста вступайте в нашу группу ВКонтакте vk.com cbeg. Также советуем подписаться на почтовую рассылку. Это можно сделать на главной странице cbeg.ru чтобы поддержать наш проект расскажите о нем своим друзьям и одноклассникам. Проще всего это сделать с помощью баннера сверху. Пожалуйста помогите проекту. Нажмите кнопку поделиться и разместите информационное сообщение о нашем проекте на своей странице ВКонтакте или одноклассниках. Чтобы наш проект оставался бесплатным и вы могли подключить новых преподавателей нам нужна очень ваша информационная поддержка. Следующее занятие состоится в следующий понедельник скорее всего но я вас призываю обращать внимание на изменения в расписании они бывают и поэтому следите за нашими изменениями. До следующей встречи и желаю вам удачи и терпения.